Дамы и господа, товарищи земляне, комплект говорящих рук в коллаборации с обувным маньяком говорит вам бонжур. И сегодня у нас вот эта восхитительная коробка вот с этой восхитительной надписью. А что эта надпись означает? Правильно, скоро пенсия. Да? Все так подумали. Найн. Найн. Господа, вызываем Зохана, и Зохан нам сейчас все расскажет. Господин Зохан, вскрытие. Видите? А? Отори Ханзо. Так, что у нас? Ох ты, вы только посмотрите. Вы только посмотрите на этот болид. Это просто что-то нечто, господа. Да, это удар ниже пояса. Вот что я могу сказать. А именно по карману, и никак иначе. Какой еще удар может быть ниже пояса? Только по карману. Ух ты, какие они солидные, какие они клевые, какие они обалденные. Я надеюсь, вы незамедлительно подпишетесь на обувного маньяка. Лайк, дизлайк, подписка. Работаем. Сегодня на нашем операционном столе очередные болиды, очередные сумасшедшие кроссовки от ЭКО. Но что меня связывает с ЭКО? Связывает меня с ЭКО ненависть. Первый раз я их ненавижу за то, что я уже 11 сезон хожу в зимних ботинках ЭКО, и они никак не развалятся. И не надо мне рассказывать, что у вас ЭКО развалились через месяц, через два, через три. 11 сезон. 11 сезон это означает 11 лет. 12 сезон. Что столько хорошего об ЭКО на этом свете, наверное, даже само ЭКО про себя не говорило. Как принято шутить о том, что ЭКО обувь для пенсионеров, да, это какая-то вот такая традиция. Прям обувь для пенсионеров. Я хочу сказать, что, ну, это очень сложно. Кто первый скажет, что это обувь для пенсионеров, пускай кинет в меня камень. Что из себя представляют данные кроссовки, да, классический пеноматериал, естественно, разработка ЭКО, технологии. Профессура долбилась, днями не спала. В общем, изобрели они этот очередной какой-то там пеноматериал на ощупь, да, вот так. Так, сложно на самом деле делать выводы, потому что я очень много вот так давил, думаю, о, какие они жесткие. А оказывалось, что это какой-то зафир в шоколаде. Я думаю, что ЭКО зафир в шоколаде не пропустит. Я думаю, в ЭКО великолепно знают, что правильная обувь – это жесткая обувь. Я уверен, что работа промежуточная здесь будет бомбической. Что касается подметки, протектор явно дождевой. Материал верха данных кроссовок – текстиль, самый настоящий натуральный текстиль. Также здесь присутствует искусственная кожа. Я очень долго искал, пытался найти, где здесь искусственная кожа. Но, возможно, вот эти элементы, они называют искусственной кожей. Вот тут есть такая надпись «Братх», в общем, англичане, американцы, поправьте меня. В общем, переводится это как «Дыхание». Вот этот материал, но здесь он, видимо, использован чисто символически. Он позволяет в вашей ноге дышать что-то новое, что-то супертехнологичное. В общем, я первый раз, честно говоря, вижу вот этот материал. Данный кант является светоотражающим. Что касается качества производства и всех этих швов, спаек в данной модели, нареканий у меня к этой модели ноль. И сейчас мы поговорим подробно о технологии «Биом». Некоторые комментаторы, которые испытывают личную неприязнь к эко, неоднократно заявляли в своих комментариях, что «Биом», в общем, на их языке, это что-то биоразлагающееся, экологически чистое, и что все это гниет за год, за два, и, в общем, выброшенные деньги. Я хочу задать вам вопрос. Товарищи эксперты на альтернативных мозгах, вы серьезно? Ну, неужели так сложно открыть интернет, загуглить и посмотреть, что такое биом? Ну, серьезно, перед тем, что такое выдавать. Ну, ладно, по вашей версии, обувной маньяк не разбирается в обуви, но если вы в этом разбираетесь, ну, вы хотя бы пишите что-то нормальное. Что такое биом? Это уникальная технология, которая фиксирует среднюю часть стопы и поддерживает пятку. Я думаю, вопросов нет ни у кого, да? Вот видите, как здесь биом расположен? Вот это все и есть биом. Благодаря этому обувь плотно прилегает, не сковывает движение и ощущается, как продолжение в вашей ноги. И о какой экологии речи быть не может. Обувь биом очень удобная. Технология разработана при участии профессиональных бегунов, скакунов, скалолазов, водолазов. И леопардов. Я думаю, вопрос по биому закрыт. Рюверс в данных кроссовках исполнен весьма оригинально. Практически ничего оригинального я здесь не вижу. Роскошные шнурки, которые ни за что на свете не развяжутся. Самая обычная простая стелька. Взял я размер 41 евро 27 сантиметров. Произведены данные кроссовки в королевстве Таиланд. Что касается времени года ношения, я думаю, вопросов нет. Естественно, эксперты скажут, а стекло тоже просвечивает. Ну, ради бога, вы же эксперты. Это абсолютно новая модель от ЭКО. И есть несколько вариантов исполнения. Вот в данном цвете они мне очень понравились. Также есть в черном. Также есть черные кожаные. Но это если вы депутат или помощник депутата, вам черные кожаные будет что надо. Есть белые. Ну, тоже так себе пограничный цвет. И вот еще одни я обнаружил. Очень даже неплохие, хоть они и кожаные. Честно говоря, я не люблю полностью кожаную обувь. Я люблю элементы кожи. Я люблю замшевую кожу, нубук, что угодно. Но вообще сама кожа в обуви мне почему-то не особо нравится. Особенно если это спорт стиль. Ладно, когда это классическая обувь. А вот в спорт стиле кожа меня не возбуждает. Нет, обошлись мне эти кроссовки в 17 тысяч рублей. Цена это как надпись на заборе. Сегодня одна, завтра другая. Весят эти кроссовки 329 грамм. Абсолютно недорого. Наш любимый тест на симметрию. Ну, что-то не то. Вот тут что-то не то. Давайте посмотрим, как они блестят на солнце. Пока с модой объявляется открытым, я надеюсь, вы уже подписались на маньяка. Я в тяжелом восторге. Это просто какие-то космические шаттлы. Какие-то болиды безумно стильные. Я прошу обратить ваше внимание на очень такой простой, казалось бы, незаметный элемент. Это носки. Смотрите, как клево смотрятся желтые носки под желтую промежуточную. Это просто космос. А теперь вот так. Ваше мнение, что лучше черные или желтые носки? Вид с высоты птичьего полета. Что касается размера, я взял 41-27 сантиметров. Мой палец вот тут в ширину все ок, в подъем все ок. Цвет данных кроссовок обалденен, потому что под серые джинсы они идут еще лучше, чем под индекс стиля. Я прям в восторге от этой обуви. И вот опять же хочу отметить в протоколе. Вот смотрите, серые джинсы, черные носки, желтый митцол. Видите? Серые джинсы, красные носки, желтый митцол. Шикарно! Мне очень интересно ваше мнение по поводу вот всей этой вакханалии с носками. Разделяете вы мое мнение? Или вы считаете, что носки должны быть либо черные, либо белые? Я, например, считаю, что белые вообще не стоит покупать в этой жизни. Ну, если только куда-нибудь там в тренажерный зал ходить, но никак не на улицу. Я надеюсь, вам понравился мой сегодняшний обзор. Я прям вспотел, честно говоря, почему-то. Лайки, дизлайки, подписки. Увидимся, когда увидимся. Да, кстати, я забыл сказать. В них какой-то безумно крутой перекат. Я вот их снимать не хочу. Они прям как будто какой-то карбон, как будто какой-то толчок. Понятно, что карбона здесь никакого нету. И биом в данной ситуации ни при чем. Биом фиксирует ногу. Ну, вот какой-то клевый перекат. Прям я никогда на них не обращаю внимания, эти перекаты. Но в данных кроссовках было сложно не заметить данный перекат. Работа промежуточной бомбическая. Хоть я уже и попрощался, Я хочу сказать, что на мицоле, на ноге прям видны заломы и видны морщины. Не бойтесь этого. Это нормально. Это нет ничего страшного. Это не влияет на ходовые качества обуви. В общем, не грузите себя по пустякам. Подписывайтесь на маньяка. Лайки, дизлайки. Увидимся, когда увидимся. Интересно, как они упадут от рикошет. Они подскучат до потолка или нет? Дерьмовая промежуточная.